И так, дорогие друзья, программа «Твое утро» и мы продолжаем наш эфир. И вот сейчас написали нам по средствам МАСАПа, что «Доброе утро! Наш город стал очень красивым, это радует. Но у нас не только центр города есть, также есть, если проехать по всему городу, в особенности старых частей города, то там не так уж красиво, а так все супер, в особенности очень красивые дома стали, детские площадки, которые в первую очередь нужно ставить. Такие добрые сообщения. Другое к теме. Жильцы должны смотреть за порядком сами. Для них все сделали, а за порядком следить уже они сами должны. Это вот то, что пишут нам люди через социальные сети. Говоря о благоустройстве города, нельзя забывать о бойцах невидимого фронта. Все-таки работают на наше благо, так сказать, да, занимаются вывозом мусора, а также поливом и уборкой городских улиц. Вот, ну и, собственно, слова-то благодарности по этому поводу никогда не услышат. А вот когда мусорные баки переполнены, вот здесь люди начинают говорить об этом, выкладывать в Инстаграм посты. Жаловаться начинают, потому что, ну, надо же к чему-то прикопаться, я так, да, говорю? Люди жалуются Акимату, чтобы теперь приняли срочные меры. Сегодня о том, как ведут борьбу с мусором и о культуре наших горожан, расскажет заместитель директора Актубета Закала Сатаев Есбол Казенович. Да, приветствуем вас в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Присаживайтесь. Будем с вами сегодня обсуждать эту тему. Ну, вы, наверное, видели, да, эфир наш, уже были другие гости, да? Вообще, а какой район города курирует Актубета Закала? Сколько домов и абонентов вы обслуживаете? Если у нас вообще предприятие давно работает, как вы знаете, в городе, но у нас основные два фронта, как вы называли, сейчас по санитарной очистке, по благоустройству и, естественно, по вывозу ТБО. У нас по санитарной службе, если очертание границы указать по нашей предприятии, то, начиная с 41-го, Гормолзавод, Алья Городок, 11-12-й, САЗДА, БАТОС-2, Нечетная сторона Алья Молдогулова, 5-й микрорайон Нечетная сторона, и Кирпичный, Курмыш, старый город, Заречный 1-2-3. Вот так мы в этой окрестности работаем. Это чисто по вывозу ТБО. Если по поливу, по летнему содержанию или зимнему содержанию, у нас обслуживаемые улицы, это в основном старая часть города, начиная от Некрасова, Ломоносова, Валиханова, до Асо-Барака, вот этого окрестности старого города Ширня, Зайки-Киби. А сколько спецтехники, какой вид транспорта у вас есть? Да, у нас порядка 80 спецтехник, в том числе и мусоровозы, и дорожные техники. Если раздельно, порядка 30 единиц мусоровозов, но ежедневно выезжает 22 мусоровоза по обслуживанию нашей территории. Достаточно ли транспорта для работы? То есть все успеваете убирать? Ну, ежегодно, не ежегодно, хотя бы 2-3 года надо парк обновлять. Вот, если по счету того, какой у нас техники имеется, надо потихоньку обновлять парк, потому что есть техника, но если ремонтируется, потому что это спецтехника, которая выезжает ежедневно. То есть ее не хватает, да, реально? Да, достаточно, но, конечно, желательно парк обновить. Вот скажите, как реагирует на критику вы в социальных сетях? Вот мы это очень активно обсуждаем в программе. Я это понял, почему? Потому что вообще критика, самокритика, она подтягивает людей. Да, есть в социальных сетях, есть вопросы, которые поднимают по городу, но есть обоснованные и необоснованные. Как предварительный в эфире Хасан Джамалов ответил на последний вопрос на ITTV, тот же житель жалуется, что Тазахала не вывозит с контейнерной площадки и сама же отвечает, что не может подъехать машину к контейнерной площадке, потому что какой-то колледж сделал субботник и весь субботник перетащили на их территорию. Во-первых, домком или кондоминиум или КСК не должен допустить этого к контейнерной площадке. Они должны, хозяева этого дворов, субботник сделали соседи, почему должны эту контейнерную площадку засорить? Вот это надо было прекратить. Но вам социальные сети как-то помогают в работе? Да, помогают, потому что на быстрое реагирование, где-то мы упускаем, где-то мы не приглядели, бывают такие моменты, и социальные сети помогают. А вот по вашему мнению, что нужно сделать, чтобы привить культуру к нашим людям? Мне кажется, это очень важно. Ну, культура начинается, вообще, каждая семья, каждый ребенок, каждый дом вообще приучает своих детей к культуре, да? Ну, если задевать никого не хочу, но вообще, если по-прямому к работе относится, до контейнерной площадки не доносит. Во-первых, во-вторых, строительный мусор или же вот ремонт квартир делай, опять же, контейнерная площадка засоряет, оно не должно быть такого. Оно должно быть кондомиумом или КСК, который домком управляющим, с ними созванивается, что они начинают ремонт и должны говорить, вот мы, куда нам складировать этот мусор строительный, тот же кирпич, тот же кафель или старая мебель. А потом заказать или у нас машину, или же в другой частной машине. Тем более, сейчас вы прекрасно знаете, идет двухмесячник с 9 сентября по 9 ноября, поэтому он принимает бесплатно. Ну, вот если, да... Могли бы воспользоваться этим даже. То есть нужно самим суетиться частично. Хорошо, а вот в день сколько то мусора примерно вывозите? Вообще, из года в год вообще мусор увеличивается. В каком плане? Вообще, люди сейчас хорошо живут, честно говоря, почему потом... А все жалуются, да? Все жалуются. Вы же сами видите, да, на тех же контейнер-площадках все время мы видим мебель. Мебель, которую, наверное, 2-3 года назад купили. Сейчас выбрасывают на те же контейнер-площадки, или же холодильник, или мебель, или старый телевизор. И даже компьютеры уже появляются. Те, которые не сенсорными экранами, а другие. Выбрасывают контейнер-площадки. Значит, люди, я думаю, что хорошо живут и выбрасывают контейнер-площадки. И тем самым забрасывают площадку контейнерную. Этому иногда можно побеспокоиться, вызвать машину, чтобы лично мусор, например, после ремонта... Всегда, всегда. А вот помимо мусора, да, вывоза мусора, вы также занимаетесь уборкой и поливом городских улиц. А скажите, каких именно? Вот у нас улицы, я предварительно сказал, Некрасова, Валиханова, Ахтамова, Ширняза, Айтикеби. Только есть и эти перпендикулярные улицы до Особорака. Вы в этом районе как раз живете, вы знаете. Полив, подметание вообще рано утром или ночью производят. Почему? Потому что меньше движения. Сначала машина поливает, за ним идет щетка, подметает. А после, ранним утром, вы же сами видите, лопатчики подбирают этот песок и загружают на свете. У нас есть, да, дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем его вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас. Спасибо. Я хотела бы такой вопрос задать. Улицы мы метем, дороги именно. Сейчас я бы хотела, чтобы даже вот, когда вы приехала бы в бригада, у Алиханова 22, у Алиханова 24. Что творится на контейнерной площадке? Страх божий. Это недалеко от нашего телеканала, получается? Совершенно верно. Через дорогу. Посмотрите, что там творится. И зачастую, вы знаете, вот эти уличные собирают мусор, нам сюда во двор кидают, а вывозят через неделю, через две. Мы уже устали. Я домком дома, этого 20, Олиханова 22, я устала бороться с ними. Вопрос поняли, спасибо. И еще, извините, я бы хотела, чтобы он отзвучил, как их когда-нибудь найти из руководства. Мне вот этих девочек не надо, которые сидят, лишние деньги получают. Я именно с руководством хотела побеседовать. Ну вот сейчас как раз-таки руководитель у нас в студии. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что действительно контейнерная площадка, она же сама же отвечает, заносит. А есть вот по уборке, сейчас она же говорит, подметает песок. Наше, вообще мы специализируем предприятие. У нас все время едет погрузчик и техника, которая с кузовом, самосвал или тережка с трактором. То есть мы сразу же загружаем, забираем этот песок и так далее. Кроме нас, вы знаете, в городе есть много управляющих компаний, кроме нас, которые подбирают случайный мусор с тротуаров, со скверов. И они же ходят, подбирают и преподносим, может, контейнерной площадкой. Те люди, может, оговорим, но мы контейнерную площадку, свою контейнерную площадку, тем более засорить. Не позволим и не стараемся к этому. У нас есть специализируемые предприятия и есть техника своя. Ну вот сейчас проходят субботники, да, осенью. Какие мероприятия будут проходить по вашей части? Ну, мы ежедневно свою работу всегда выполняем. Но дополнительно со своей стороны уже будем делать, включаться к этому субботнику. Друг-мечник, вы же знаете, проводить. Ежедневно выделяем технику. У нас ежедневно выезжает три бригады. Это мобильная бригада называется. То есть экипаж составляется из погрузчика, самосвала и людей. Это составляет таких три мобильных бригады выезжает. Естественно, при этом помогаем, которые субботники проводят, техниками. То есть это самосвал выделяем, самосвал погрузчиков, включая к этому субботнику. Кроме того, своей работой. Ну, вы как знаете, осень сейчас, листопады начнут. И город надо привести в порядок. Почему? Потому что дождь слягает, дальше больше. И для этого надо подготовить, почистить город. Сейчас как раз погода позволяет. Ну вот по поводу листьев. Кто их должен вывозить? Жители города или вы? Нет, вообще город, она как квадратиком разделена. Дворовые территории, дорожные полотна. Каждый житель, каждый этот свой двор, свой... Ну, у них же есть же дворники, кроме того, этих кондомини, у КСК. Они должны подметать. Ну, естественно, дворник не понесет куда-нибудь. Ну, контейнер-площадка. Ну, как таково, если только со дворов, если листья, она небольшой объем. Объема не будет. Ну, когда со стороны спиленные деревья несут, тогда это, конечно, не тяжело нам. Ну, у вас есть сейчас уникальная возможность, да, обратиться к нашим горожанам, которые тоже могут критиковать вашу фирму. И хвалить. И хвалить. И хвалить, да. Да. Да, очень правильный вопрос. Мы всегда через ваш эфир обращаемся к жителям, чтобы жители... Мы соблюдаем свой график, а жители выносили по графику. То есть, вот сегодня в студию я ехал по улице Некрасова. Некрасова мы убираем, например, по графику вторник и субботу. А сейчас такая картина, как будто бы сегодня надо убирать. То есть, пакеты выставили. Это неправильно, корни неправильно. Но мы проводим такую работу, совместные МПС, это местные полиции и управляющие компании. Они принимают со своей стороны, контролирующие органы все-таки принимают штрафы и так далее. То есть, жители выносили только по графику, согласно графику. Это убедительная просьба. И контейнер-площадку и засорили. Избол Казинович, спасибо вам большое, что пришли сегодня, пообщались с нашими зрителями, кто звонил, кто писал через социальные сети. Мы желаем вам получать удовольствие от вашей работы. И всех благ ждем в нашей студии еще. Спасибо большое. Дорогие друзья, утренний эфир продолжается. И хотели бы вам напомнить, что мы также доступны и в Инстаграме. Утро, нижнее подчеркивание, Рика. Заходите, будем всегда рады вам. Да, сегодня мы говорим о благоустройстве нашего дорогого и любимого города Актубе. Еще много интересного расскажем в прямом эфире программы «Твое утро». А пока немного рекламы.